Мы, в отличие от предыдущих коллег, не стали останавливаться на цитировании известных исследований и так далее. Мы жесткий доклад сделали по собственным наблюдениям. Рак желудка занимает четвертое место в структуре злокачественного образования, занимает второе место посмертности злокачественного образования. Мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины. Максимальная заболеваемость в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, это Япония, Китай и Корея. Более 70% случаев приходится на развивающиеся страны. В Узбекистане рак желудка занимает второе место в заболеваемости. На этом слайде показана эпидемиологическая ситуация в мире. И видно, что Узбекистан по цифрам похож по заболеваемости Северной Америки. Совпадает заболеваемость Северной Америки и Западной Африки. Между Западной Африкой и Северной Америкой. Заболеваемость раком желудка в Узбекистане с 2012 года несколько увеличилась. И к 2014 году показывает 5,7 на 100 тысяч населения. Хотя в 2013 году этот показатель был 5,9 на 100 тысяч населения. По стадиям в 2014 году преобладала у нас третья стадия. Это 61% вновь выявленных больных. В 2013 это 60,5. Однако в 2012 году у нас в третьей стадии было 44,5% больных. В третьей стадии. Динамика вновь выявленных больных и динамика больных выявленных, состоящих на диспансерном учете, видна вот на этой диаграмме. Видно, что все-таки рост у нас идет, прирост идет больных. Но число больных, состоящих на диспансерном учете, практически оно не меняется. Вот о какой цифре нам приходится говорить. Что это порядка 5,5 тысяч больных в год у нас снова выявленных больных. Пятилетняя выживаемость при этом составляет 33,4%. Одногодичная летальность 2,3%. И смертность составляет 3,9% на 100 тысяч населения. Таким образом, я кратко именно вот сообщаю, именно вот в краткости, как говорится, заключается суть доклада нашего. Это основным методом лечения рака желудка является хирургический. У большинства пациентов на момент постановки диагноза определяется распространенный опухолевой процесс. При распространенном раке желудка требуется проведение системной лекарственной терапии. Рецептор эпидермального фактора роста человека второго типа ХЕР-2 является важным биомаркером и одним из ключевых элементов канцерогенеза при раке желудка. Об этом не стоит повторяться, это давно известное исследование. Нарушение регуляции сигнальных путей, опосредованных ХЕР-2, может произойти в результате гиперэкспрессии ХЕР-2 рецепторов. Это, в свою очередь, приводит к сбою в процессе клеточной пролиферации, апптозе, ангиогенезе, как следствие прогрессирования опухолевого процесса. При раке желудка ХЕР-2 положительный статус опухоли. Определяется это до 55% случаев и относится к факторам невлагоприятного прогноза. Бивоцизумаб – это рекомбинатно гуманизированная моноклональная тетилка к рецепторам сосудистого эндотелиального фактора роста. ВИДЖИФЕ и лопотенип – это селективный ингибитор внутриклеточной теразинки НАЗА, связывающийся с СИДЖИФЕР и ХЕР-2-НЮ. Это известные данные гиперэкспрессии ХЕР-2 при различных опухолях. Тут показано, что при раке желудка его наблюдается в 12-55% случаев. Нам было исследовано несколько десятков биопсий. Таким образом, иммуногистохимически у нас также выявилось, что ХЕР-2 у нас в 15% случаев, ИДЖИФЕР в 10% случаев выявлялся, и другие, как говорится, известные маркеры тоже были выявлены. К сожалению, 35% мы не смогли выявить каких-то особенностей. Динамика выживаемости больных при различных режимах химиотерапии, при раке желудка – это известные данные от 4 до 11-12 месяцев. Сейчас рекомендации идут на ДЦФ и ДЦФ производные схемы, то есть ДЦТАКСЕЛ, ЦИСПЛАТИН-5, ТОРУРАЦИЛ. Используются различные схемы, включающие ДЦТАКСЕЛ, КАПИСТАБИН и так далее, и так далее. Все вы эти схемы знаете, это не стоит повторяться. Перед нами была поставлена задача найти схему, которая будет обладать умеренной токсичностью, будет иметь хорошую эффективность и будет возможно изучить с помощью этой схемы. Не изучить с помощью этой схемы, а получить с помощью этой схемы при взаимодействии таргетных препаратов объективный эффект у большего числа больных. Таким образом, анализируя литературу, мы пришли к выводу, что для исследования более эффективна схема, которая включает препараты как первой линии терапии, так и более жесткие препараты. То есть, и эта схема, вот эта IDO, она была, о ней упоминание было в 2007 году. Она включает в себя Ирина Теканда, ЦТАКСЕЛ, ОКСАЛИПЛОТИН с интервалом 21 день. Это мы лечение стали проводить, начали проводить в 2011-2012 до 2014 года. Таким образом, у нас было пролечено 186 больных раком желудка, из них 122 мужчины, 64 женщины. Возрастной интервал, значит, был от основной массы пациентов от 29 до 70 лет. В большинстве случаев это была умеренно и низкодифференцированная аденокарцинома, G2, G3. По клиническим стадиям, значит, большинство больных было в 3А, в 3Б стадиях, то есть это нерезикдабельные стадии по международным требованиям. И 26 больных было в 4 стадии. Таким образом, мы 186 больных этих разделили на 4 группы исследований. То есть, первая группа – IDO, вторая группа получала IDO плюс герцептин, третья группа получала IDO плюс авастин, и четвертая группа получала IDO плюс лопотениб. И сразу я вам скажу, что герцептин и авастин, вот эти исследования мы проводили на нескольких… Ну, практически все больные были иммуногистохимически типированы. Эти исследования проводились не в Узбекистане, поэтому я сейчас цифры более корректно мне… Я не могу сейчас указать цифры, которые были в Узбекистане получены. Проведя 4 курса этих видов химиотерапии, мы стали изучать токсичность. Видно, что значимая токсичность – это не было обусловлено таргетными препаратами. По клинической оценке степени регресса опухоли, можно сказать, что добавление лопотениба значительно увеличило частичный регресс и полный регресс в нерезиктабельных опухолях. Таким образом, значит, четвертая группа – это больные, получающие химиотерапию Айдиоу и лопотениб, то есть эффективность, объективный ответ – 61%, однолетняя выживаемость у нас тоже достигла 61%, и медиана выживаемости достигла 16,4 месяцев, что, в принципе, превышает ту же комбинацию Айдиоу с герцептином на 3 месяца в среднем, объективный ответ на 5% превышает. Таким образом, мы сделали заключение, что применение тростозумаба, бивоцизумаба и лопотенибов, это комбинация с режимом Айдиоу существенно не повышает токсичность лечения больных раком желудка, но требует усиления кардиотропной сопроводительной терапии, профилактики диареи. Комбинированная химиотерапия, особенно с лопотенибом, в сравнении только со схемой Айдиоу, приводит к улучшению непосредственных результатов лечения, повышает объективный ответ на 13%, одногодичную выживаемость на 15%, медианную выживаемость на 5,2 месяцев. Схему Айдиоу отдельной в комбинированном виде рекомендуется применять при нерезиктабельном раке желудка, при рефрактерности опухолек терапии с тростозумабом, рекомендуется дальнейшая терапия в комбинации с лопотенибом. На этом, в общем-то, наше сообщение заканчивается. Спасибо большое.